всем привет это смена влог номер 4 мы находимся в симферополе в кальянный квадрат мастер-класс короче у нас уже пролетел и сейчас начинается потихонечку смена и прям вот так вот давайте собственно расскажу расскажу что у нас есть по пяти этим чашечкам да потом уже начнем нормально снимать то есть заказ чашка заказ чашка а и посмотрим короче этот чувак попросил что не щербетли максимально кислое но честно сказать я по щербетли вообще не знаю что у него есть кислое но что-то короче сделал а вторая чашечка ребятам вон туда они короче попросили чё вообще поебать чё по кайфу короче дарксайд потом крепкий дарксайд для ребят с которыми я буду сегодня работать средний для ребят с которыми буду сегодня работать и какой-то гость пришел и говорит мне легкий дарксайд и хотя ребята говорят он никогда в жизни нахуй дарксайд не курил что-то у него нашло вообще ну короче я сделал на фанели и сейчас мы будем все это раскуривать и там собственно про эту тему все и поговорим и давайте посмотрим что у нас здесь есть в этой кальяне это короче моечка вот такая вот да вон там особенно чистенько так здесь стоят кальяны и не пол ковролин это дико просто ковролин на рабочей зоне проще было бы бросить сюда резина как бы снизу капель сверху резинки табак здесь лежит так на ящиках какие-то игрушки приклеенные русская дикая наркомания да и кто это вообще все придумал а нам как бы прикольно еще здесь есть типа вот так вот поднимаешь и смотришь туда так что у нас еще есть далее по папу вот такая вот массивная рабочая зона после дальше идет у нас эр кипер и бар и вот тут еще тоже стоят кальяны и внизу там тоже табачок тоже не очень удобно когда все раскидано по пачкам я очень люблю даже те же 50 граммов и все равно перекладывал бы в контейнеры и его тут бы немного поменял бы чтобы этой махины здесь не было просто так что у нас по залу это такой маленький зал эти очки курят там курят здесь курят здесь вот такой единорожка идем дальше короче здесь типа так гейма если эти почки играют все остальное и вот такой вот зал короче котором наверно само холодно просто здесь очень прохладно это диджейка и здесь наверно всякие танцы хуянцы бывают ну и собственно вот такой вот принципе маленькое подвальное помещение и мы начинаем раскуривать кальяны собственно блять да ребят я тут чем больше смотрю на всякие вещи тем больше я вижу разного рода наркомании что это блять но лисичка миленькая какие-то игрушки машинки и все в ебаных стикерах просто вся труба игрушечки и вот так если бы если вы так присматриваться ко всему можно реально понять что здесь такие хорошие идут вечериночки смотреть либо кто-то жестким после накурки любит похавать киндеров сюрпризов блять это у нас кисленький щербетик и мы сейчас собственно дадим гостю попробовать я уверен что не получилось я просто не знаю реально чё-то щербет или может быть кисло 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 пиздец хаха я прям чувствую хахахахаха два гандона блять чёрт у неё две чашки лишние подкинули блять чё прижу покурить дядь думаешь мне в кайф две лишние чашки забивать. А мы не каждый день отдавы кальяны курим. Ну, блядь. Как бы мне в западло тоже две лишние чашки отдавать. Не гостям. Персоналу две лишние чашки. Ну и, блядь, забивать, блядь, ручки пачкать, выносить, раскуривать. Ты же понимаешь, да, насколько это, блядь, вот западло выносить. Да. Ставовские кальяны, еще и персонала. Вы сейчас будете такие сидеть здесь, кайфовать. Короче, что я сделал. Здесь, короче, Just Mook молоко плюс Кейн Минт и Вирджин, ой, и Juicy Pitch. Молочко смятое, прям кайф. Отлично, тоже. Сейчас проверим. Давай, прям с первой тяги. Ну и по крепости, думаю, прям получилось. Пушка. Нормально. Тоже пиздит. Ой. Да. Приветствую. Привет. Че курить будем? Щербет. Фу. Просто не подтянем. Не тянете? Нет. Понятно. Щербет. По ароматике что? Кислое, че-нибудь сладенькое, я не знаю, там... Кисло-сладкое. 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 Отлично, идеальное решение, о чем мы будем говорить. Еще какие-то предпочтения, может, там, как-то свежесть. Нет? Да. А что нет? Ну ладно. Без свежести. Да. Просто чай-нибудь кисло-сладкий. Да. Все, понял, что сделаем. Спасибо. Предпочтение по кальяну есть какие-нибудь, ну, какой-то, не знаю, может, какой-то аппарат вам вынести, интересно. А. Нет? Нет. Все, понял. Сейчас сделаем кисло-сладкий. Идем делать базилик кисло-сладкий, блядь. А, Щербетли, что-то кисло-сладкое, а девочка, ну, как мы знаем, кисло я и Щербетли умею уже делать. Это лимон. Вон тот дядька сказал, что, в принципе, получилось все окей. Так что мы идем уже по протоптанной дорожке. Кислое – это лимон. Сладкое – это... Iceberry Tangerine. Думаю, будет прикольно. Правда, здесь есть лед, но поебать. Как бы, я больше уверен, что, да, тёлочке, которую я хотела не без мяты, то она даже не почувствует, просто она про это забудет, что она хотела. Это такая вещь. А просто накидаем в апгрейдик и поставим грец под колодочку. А, и ещё. Мне здесь начинает уже нравится работать тем, что здесь не меняют угли. Ха-ха, это охуенно. Короче, я забил, и получилось пизда, как мятно. Ну, я чувствую просто мяту. Ну, сейчас и проверим мою теорию о том, что половина гостей абсолютно поебать, что им выносят. Они как бы нас заказывают, чисто психологически, типа, заказать надо. Но когда им выносят, они просто по принципу забывают. Главное, чтобы дымила, было вкусно и было хорошо. Так что сейчас проверим. Вынесем девочкам и спросим, как, типа, нормально все или нормально? Кисло, сладко, там, вроде без мяты, как бы, нормально, свежо, да. Ха-ха-ха, сейчас. А, где мой? Так, Коля, мне подготовьте, пожалуйста, два. Дима, Дима. Дочи, на курить, ты там больше всех капризная была. Я от них хочу, так хочу, это не то. Нормально? Шикарно, Коля. Дай ей попробовать. Ну-ка, на, ты скажи. Потому что я эксперимент провожу, потом в обзоре посмотрите. Ну, тебе понравится по-любому? Да. Нормально? Да. Все отлично. Пойду констатирую, законстатирую. Законстатируешь? Да, как бы я и говорил, что всем глубоко похуй, есть там мяты или нет, им лишь бы выебнуться в какой-то части. Типа, я не курю мяту и все остальное, как бы, да. А, как бы, как я и говорил, что, ну, никто нахуй ничего не чувствует. Прикольно. Привет. Привет. Как дела? Здорово. Здорово. Недовольный какой-то. А он просто на ютубе, на Дарик, написан, поэтому. Чего будем курить? Дарик будем курить. Дарик, кстати, слушай, я уже отдал порядка, наверное, 15 чашек на Щербетли, блядь. Тут жестко, да, Сэй? Да, почему? Крым, короче. Это, скорее всего, какая-то экономическая, да, чуть больше, финансовая сторона этого. Конечно, на сезоне все заработали, сентябрь все отгуляли, уже все, перепадут на режим Щербетли. Так, мы чего будем, Дарик? Богатый нам, Дарик. Вам два богатых, видно, что солидные парни. Давай. Чего, какой твой любимый миксер с Дариком? Ой, я не знаю, на самом деле, давай что-нибудь соберу. Просто мне примерно наводочку дай какую-нибудь, примерно кислая, сладкая. Хочу бананопопу, чтобы было. Вроде бананопопу нет там. Нету. Надо, короче, сейчас узнать, короче, ладно, окей, резервно бананопопу. Банан, чтобы дольками вот так не будет. Да, и отца захуярить туда, да? Что я буду делать? Семя, семя, семя отца. Вот так. В чашку, да? Это отбезерного. Все, давай, делай, что-то больше. Ты все равно не почувствуешь. Все, я понял, что что-нибудь похожее примерно в цикле бананопопы, да? Все, понял. Яйца-то у меня не пустые. Малышка-то беременна и не всегда как бы перерастает. Да, не перепадывает иногда. Поэтому яйца не пустые. Я могу. Чуваки, как вы слышали, просили бананопопу, да? Но, как я и говорил, что бананопопа может быть здесь не быть. Поэтому мы берем Файлинг Стар и глич счастье. Стой, подожди. Слушай, а у Дафта есть банан? Чего-нибудь такое? Точно. Вот, отлично. Дафт спасает. А, банан... Ой, заебок нахуй. До свидания. Бананопопа от Дафта спасает. Бананогам. Бананогам, бананогам. Все будем делать. Потом посмотрим, как вам понравилось, не понравилось. А, и добавим немного пахановского семени, чтобы получилась бананопопа. Бананопопу не получилось сделать, но мы сделали бананопаму. Там у одной девочки-то потекло. А я открыл. Попробуй. Что, он прогреется хорошо? Конечно. Я просто, как бы, ну, пошустрее выношу их. О, моё любимое. Да, на папу не было. Мазок. Ну, что, нормально? Не пиздишь? Будь поздравлений. У нас на баре сидит чувачок, что-нибудь ягодное на семерочку, но было сложно что найти, поэтому я сделал Космофлауэр и добавил немного Джойси Питча и, конечно же, дохи для покрепости, чтобы почти на семерочку тянуло. Начинается маленькая паника, идёт Зашев какой-то, идёт народ и дохуя щербетли. Просто, хуй вот туча щербетли. А что не чашка, то щербетли. Что-то горит, блядь. Чё, ну как, получилось? Давай. Жир, жир. Чё здесь обычно курят? Блядь, прям щербетли дохуя? Щербет? Нет, обычно только Дарик курят. Кто, Дарик? Мы всегда курим. Я говорю, гости. Сингет? Да. Что очень странно. Обычно всегда, кстати. Не знаю, я, блядь, уже, наверное, дед Арка, наверное, сделал всё чашек пять. Сейчас придёт парнись, к вам курит Супернову, 50 на 50. А, Супернову нет. Заказала, закончилась, блядь, он соснёт, соснёт нахуй. Не, обычно всегда сайты курят. Не знаю. Я знаю, что, может быть, всегда сайты курят. Total full посадка. Я подзаебался. И там сейчас пришла Таня, которая открывала магазин Dark Shop и попросила что-нибудь сладенькое и самый лучший кальянс. Соответственно, я как бы, ну, в таком зашиве сделал как попало. Я его сейчас как бы раскуриваю, да? Да ладно, шучу. Получилось даже очень неплохо, пока не раскурены. Ну, даже если бы получилось плохо, то она скажет, типа, было всё заебись, всё охуенно. Это мы сейчас проверим. Мы уже много чего проверили. И это сейчас мы тоже проверим. Ланда, алкашечка, да, подъехала? Алкашечка подъехала. Мама, угощайся, пожалуйста. Я теперь... Нет, я не буду, я на смене, я не пью на сменах. А, ты на смену не пьешь? Нет. Ну, я могу за тебя. За тебя и за себя. Так, самый лучший, самый вкусный кальян для тебя. Так, на, взрывай. Оп, на, держи. А, спасибо. Неудобно было одной рукой открывать, закрывать. Давай, быстрее, быстрее, давай. Что там? Салют. Мнем, мнем, мнем. А, как я и говорил, типичный бич кальянных. Вот это. Мне тут, короче, еще фирменную чаюку оставили. Да, вот так вот текст. Я вам сейчас прочитаю. Короче, тут в основном эти... Тава, привет из Крыма, спасибо за вкусный кальян, 200 рублей. Но тут еще и написаны инстаграм-аккаунты, да? Я вам сейчас их, собственно, все покажу. Так, это Кремея Солик, Нот Матоша, Алекс Гаш. Алекс Гаш. И все, и ждем, в гости написано, да. Все, больше ничего нет, пацаны. Крым Солик, Нот Матоша и Алекс Гаш я эту хуйню сохраню. И когда приедут в следующий раз в Крым, я вам ее покажу. Не забуду точно, обещаю, не пропью сегодня. В Роксе, либо еще где-нибудь. Ну, вы поняли, да, что сейчас будет? Это есть ручечка и есть, собственно, плакатик. Ну, по классике, короче, как обычно. Паспорт вряд ли кто принесет, как обычно, но надеяться можно. И вот сейчас, когда пошел в Зашев, короче, я начинаю понимать, что рабочая станция прям вообще неудобная. Да, и вот этот чулан. Чулан надо ребятам срочно менять. Прям делать нормальный стеллажик под табачок и желательно, чтобы все было в одном контейнере. То есть, один вид контейнеров. Вот, ребят, запомните, ходите в удобство для своих работников, ебашьте только один вид контейнеров и все. Не нужно эту ебаную солянку, блядь. Просто один вид контейнеров и все, может, начинаешь теряться просто. А, и по чербетли тоже, здесь дохуя курят чербетли. Смотрите, ребят, только что увидел. И вот здесь просто дохуя. Попробуй. Как? Похуя, ну у тебя костюм на Хэллоуин. Это кто тебе так глаз загримировал? Круто. Да я сам себе так сделал. Это линзы. Короче, мне туда подарили подарок. Подожди, давай на твою камеру. Да. Вот так вот встречают в Симферополе. Приятно, пиздец, приятно. Под конец смены прям. Короче, вот так. Это квадрат, это Симферополь. Это смена влог номер 4. Так что всем за просмотр. Ставьте лайки. Думаю, было интересно, как бы, покурить в Симферополе. Здесь очень курят по-другому. Прям вообще-вообще. И очень много чербетли. Слава чербетли, аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok